Вы подайте голос, вы меня слышите там? О, живы. Мы начинаем второй день фестиваля. Вчера, как водится, вечером в первый день фестиваля на улице было спокойно. Скорее всего, все пошли спать, кроме тех, кто пошел смотреть фильм. Кстати, по моим наблюдениям, Ким Кидук собрал довольно большое количество просмотров. Фильм хороший, сам его очень люблю. Правда, такой медитативный, но люди смотрели. Это приятно. Искусство все-таки в массы. Сегодня второй день, и начинаем мы его с технической информацией. Еще раз хочу напомнить вам, ну и тем, кто сегодня к нам добавился и не был вчера, о том, что входным билетом и подтверждением легитимности вашей пребывания на фестивале является ваш бейджик и ленточка, которая браслетик на руке. Просьба все это носить с собой, не снимать, потому что при отсутствии к вам могут возникнуть вопросы у администрации фестиваля. По поводу питания. Аня, что-то скажешь? Конечно. Анна Гаменюк, менеджер по еде. Да, не устанет повторять, не устанет кормить. Да, здравствуйте. Я очень хочу не устать вас кормить, поэтому очень сильно вас прошу, кто хочет, подходите ко мне. Потому что если мы не набираем 30 человек на завтрак, обед и ужин у базы, мы его не получаем. Мы не получаем стационарного питания и питаемся кто как может, кто как хочет. Вот. Если вы хотите кушать мясо, завтрак, обед, ужин с чаем, там, первое, второе, третье, подходите ко мне, смотрите меню, и мы заказываем сегодня ужин до часу дня. Я здесь, под цены. Или Наташа Женько здесь, под цены, мы занимаемся продажами. Подходите, покупайте, смотрите. Ужин у нас сегодня будет по 35 гривен, завтра завтрак, обед, ужин, там от 35 до 42 гривен. Подходите, смотрите, это, если мы не набираем 30 человек, мы у базы больше заказывать не сможем. Поэтому это сегодня, если вы хотите кушать и дальше, завтра, послезавтра, и остальные дни фестиваля, то это нужно сделать сейчас. Поэтому сегодня на ужин, пожалуйста, подойдите, можно даже вот перед мастер-классами сейчас, или после этой линейки обязательно, а потом уже подходите в течение дня ко мне, для того, чтобы записаться на завтра. Вот. Для тех, кто хочет есть стационарно, в определенное время, то это обязательно сделать сегодня. Спасибо. Спасибо, Аня. Если вы хотите кушать в будущем, как-то это прозвучало. Но на самом деле, ко мне тоже вчера подходили люди, которые хотят, ну, не вегетарианской еды, а мясной. К сожалению, реальность такова, что мясную еду мы можем получить только если наберем определенное количество. 30 человек, да. Поэтому, возможно, сегодня из солидарности с вашими братьями и сестрами, которые хотят мяса, зарегистрируйтесь, пожалуйста, у Ванни на ужин. Так, пошли дальше. Что у нас там есть еще из технических? Ну, там есть уже некоторые места проведения, которые не обозначены у вас на схеме, но о них мы будем говорить отдельно. То есть мы сделали несколько навесов, и они будут называться для тех тренеров, которые там будут проходить, проводить что-то. Синий тент или белый тент. Соответственно, под тентом стоят стульчики. Так, ну что, мы просим под ваши аплодисменты подняться на сцену тренеров, которые будут сейчас проводить мастер-класс. Аплодисменты подняться на сцену тренеров, очень важно укладывать в две минуты. Я уже вчера тех, кто не укладывался в две минуты, не стал останавливать, но сегодня людей все увеличивается, поэтому буду за этим следить. Итак, открывает первую линейку нашу сегодняшнюю. Ну, перед этим скажу, что наш фестиваль предусматривает разные виды активностей, в том числе и круглые столы, есть некоторые вопросы, в которые важно было бы пригласить к обсуждению людей, которых эта тема интересует. Именно это формат круглого стола, обмен мнениями. И как раз первый мастер-класс, не мастер-класс, а первая активность, которой открывается сегодняшняя линейка, это как раз круглый стол. Я приглашаю модератора круглого стола, Богдан Бажук. Да, судя по всему, есть какие-то технические моменты. Я с Богданом вчера разговаривала, он будет, все хорошо, просто они еще чуть-чуть не доехали. Круглый стол сегодня состоится. Тема обсуждения – это эффективная модель взаимодействия специалистов в области психологии, психотерапии и психиатрии. Будут специалисты, которые представляют ассоциацию врачей-психологов по разным направлениям, будут представители от этической комиссии ОСП. Круглый стол должен быть очень интересный и полезный. Приходите. Спасибо. Далее Александр Куберский. Доброе утро всем. Меня зовут Александр Куберский. Мастер-класс, который я буду проводить, называется «Мужчина и женщина. Любовь, единство, гармония». Мы будем говорить о взаимоотношениях мужчины и женщины, о том, что привлекает нас друг к другу, и самое главное о том, что нас отталкивает, о тех невидимых стенах, которые стоят между нами и мешают нам быть вместе в любви, в единстве, в гармонии. Приходите, я подарю несколько практических ключей, которыми вы сможете пользоваться всю жизнь. Жду вас. Дякую. Куберский Александр. Спасибо. Наступно. А Коннорова Оксана. Видно? Доезжает. Оксана, далее Ольга Фомина. Доброе утро, Альфа-фест. Доброе утро. Хорошего дня и хорошего настроения. Виталий Деброва. Проект «Филолинвия» и Ольга Фомина. Наверное, в зале присутствуют те люди, которые уже убедились в том, что информации становится все больше, а ее качество, к сожалению, все хуже, скажем так. И ценность этой информации тоже как-то уменьшается, но по разным причинам. Возьмем человека, который начинает изучать английский язык. Вот наш новичок. В первую очередь он бросается за знаниями, он набивает свою голову, учит слова, предложения, со временем начинает понимать, если присутствует здравый смысл, что не очень-то это помогает ему. Тогда, если опять-таки присутствует здравый смысл, он уходит в наработку навыков, посещает тренинги за год или несколько лет, потратив несколько тысяч гривен или долларов, получает эти навыки, и даже уже вроде как бы что-то должно произойти, а оно не происходит. То есть нет вот ощущения успешности от тех знаний, которые есть. Чего-то постоянно не хватает. И опять-таки, если человек не отравляется вот этим количеством информации, если отравление не присутствует, то он начинает понимать, что не хватает еще какого-то, некого фактора Х. Пятого элемента. Вот об этом факторе Х мы будем сегодня говорить. Чего же на самом деле не хватает для того, чтобы почувствовать себя не просто знающим английский язык, а чтобы почувствовать еще успешным человеком. И как всегда от проекта Филолингии мы будем заниматься стандартными грамматическими упражнениями. Много петь, плясать, обниматься и другие виды деятельности. Будет очень интересно. Мы будем приобретать навык, приобретение навыка. Ждем вас. Спасибо большое. Обниматься тоже будем по-английски, скорее всего. Спасибо. Идем дальше. Далее. Коннорова Оксана трошки затримуется, но она будет на представлении. Далее. Золотаренко Елла. Здравствуйте, дорогие друзья. Многие уже стали друзьями. Привет, коллеги. Привет, гости. Вчера сплоховала в ссоре. Что-то надышалось хвоей, не смогла дать информацию. Сегодня хочу с вами поделиться красивой техникой петриковской росписи. Очень многие люди рассказывают о путешествиях здесь. И я хотела бы вам задать вопрос. Как вы представляете Украину, когда у вас в руках ничего нет? Только глина и ваши пальчики. Если бы вы владели техникой, которая расскажет вам, как представить Украину, ее традиции, ее орнамент, ее душу, ее стиль. Вам было бы это интересно? Замечательно. Сегодня я вас научу рисовать пальчиками традиционные мотивы техникой петриковской росписи. И расскажу, что коты, которые бегают вокруг нас, вот вчера в фильме было хвостом, писали, да? А я вам расскажу, как сделать кошачьи кисточки. Это удобно, просто, легко. И вы всегда сможете... Оживились. Коты, останьтесь живыми. Приглашаю. Сегодня мы поговорим об арт-терапии, немножко о традициях, немножко о символике. И, конечно, сенсорно прочувствуем все, что вам будет интересно. Благодарю. Спасибо, Элла. У меня из дома два кота. И, честно говоря, я уже давно подумываю, наделать из них кисточек. Хорошо. Далее у нас Михаил Владимирский. Здравствуйте. Я буду говорить о силе воли и самоконтроле, о видах самоконтроля, о том, почему иногда мы не справляемся с задачами, которые сами себе ставим. Будут даны упражнения с доказанной эффективностью. И будем также говорить о том, как не надорваться, тренируя собственную силу воли. Каждый, кто придет на семинар, поставит собственную задачу и будет над этим думать, что с собой делать, как себя улучшать. Очень надеюсь, что здесь есть люди, у которых еще не все всегда получается и которым это может оказаться интересно. Спасибо. Спасибо. У нас есть хорошая новость. Есть такие люди. Это был Михаил Владимирский. Далее Елена Денисенко. Миша лучший просто. Добрый день. Меня зовут Елена. Елена Денисенко. Академия вип-коучинга и тренинга. Я профессиональный бизнес-тренер и я вип-коуч. У меня к вам есть один вопросик. Кто из вас зарабатывает в своей профессии? То есть вы работаете с людьми и они платят вам за это денежки. Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо большое. У вас будет сегодня возможность получить новые технологии для того, чтобы вы могли людям помогать больше и, соответственно, зарабатывать больше. Наша тема «Возьми свои деньги в коучинге». Я обучаю коучингу, я вообще обучаю людей зарабатывать красиво, породисто, с любовью к людям, так, чтобы вы могли давать что-то этому миру больше, чем то, что вы уже сейчас умеете. Я вам расскажу, каким образом вы можете применять коучинг в своей профессии, которую вы уже в своей жизни имеете, где его место вообще в работе с людьми и там совершенно практические техники, которые вы сразу сможете использовать. Честно, поднимите руку, кто хочет зарабатывать больше? Этот мастер-класс для вас. Второй корпус, второй этаж, холл. Елена Денисенко, приходите. Спасибо. Далее у нас Тетяна Бедан. Доброго дня. Мы все хотим себе вдосканалить, працюем над собой, характер, зміним. Но, не знаючи основы этого характера, змінити его не знаешь, как. А основы – это социологический тип, который выражается на изменениях протяжения жизни. На этом тренинге, в принципе, тут все написано, про что я буду говорить, но каждый из участников, кто захочет, может узнать себя где-то про себя, кто захочет, может даже визначити свой социологический тип, отримать характеристику сильных, слабких сторон. Есть книжки, диски, мы поговорим про все, что вас цикавливает. С помощью такого практичного инструмента, как социологика. Дякую. До речи, я хочу додать, это будет на Бгалявинце, под сильным таким тентом. Так, и если украинская мова заважает, я российскую даже умею. Дякую. Спасибо, Татьяна Петровна. Далее, Геннадий Бушуев. Добрый день. Я Геннадий Бушуев. Правда. Автор своей школы. Мастер-класс сегодня будет о том, что каждый из присутствующих гениален. Вы просто об этом забыли. Я напомню вам очень простыми, доступными словами и техниками, чтобы каждый мог вернуться на уровень природной гениальности. Гений – это мастер своего дела. Все, что он делает, от этого он получает радость и удовольствие. Все. Спасибо. Приходите. Спасибо. Геннадий Бушуев. Далее у нас Александр Зелинский. Доброе утро. Тема мастер-класса – это препятствие «Моя любовь». На самом деле мы творческие люди, как тут Геннадий сказал, гениальные. Но чаще всего наша гениальность реализовывается в том, что мы создаем препятствия. Мы их настолько гениально создаем, мы их любим, мы с ними все время живем. И зачем нам это надо, вот об этом будет мастер-класс. Практически будем смотреть на механизм препятствий создания и смысл. Какой смысл скрывается за тем, что мы их имеем. Спасибо. Будем ждать. Спасибо. Александр Васильевич Зелинский. Далее. Ирина Лесная. Доброе утро, Альфа-фест. Меня зовут Ирина Лесная. Я перинатальный психолог, семейный психолог-консультант. И сегодня мой мастер-класс называется «Проблема равно решение» с использованием метафорических ассоциативных карт. Это один из самых моих любимых инструментов, которым я уже пользуюсь в консультировании около шести лет, причем в совершенно разных направлениях и в процессуальной терапии, и в арт-терапии. И эта техника универсальна, безопасна, многовариантна. Я очень много придумываю благодаря этим карточкам, картинкам, картам, по-разному их называют. Но сегодня мне бы хотелось поделиться с вами этим методом в позитивном подходе. Как через саму проблему мы можем найти решение, какие стратегии есть решение этой проблемы, как через метафору, через образ, через нашу внутреннюю реальность, которую мы иногда не замечаем, можно решить, ну, почти все проблемы. Поэтому, кому это интересно, добро пожаловать. Спасибо. Спасибо. Это была Ирина Лесная. И далее Ивана Лямзина представит Татьяна Бутятина. Да, ладно. Я хочу представить вам уникального человека. Иван Лямзин и Татьяна Крида в 2000 году привезли формат фестивалей такой, в котором вы сейчас находитесь, в Украину. Они первые были, кто это сделал. Давайте Ивану похлопаем. И эта конференция, она продолжилась, и сейчас вы здесь присутствуете, и спасибо вам за это, что вы поддерживаете это движение, эта миссия продолжается. И я хочу сказать, что Иван Лямзин, я знаю очень много тренеров в Украине, около тысячи тренеров. Это лучший тренер по телесно-ориентированной психотерапии. Ну, как-то хочется прибавить. Действительно, я, как тоже человек, который занимается телеской, переведал достаточно много людей в Украине, которые ей занимаются. Я подтверждаю, что, на мой взгляд, Иван действительно, это человек номер один по телеске в Украине. Спасибо. Спасибо за мою рекламу. Сегодняшний первый мастер-класс будет посвящен тому, как в теле кодируются наши сложности с детства. И как из этого выходить? Акцент будет сделан на стадиях развития эгои, тех ведущих темах, соответствующих разным возрастам. И особо мы обратим внимание на период такого грудного оскармливания до полутора лет. То, что закладывается там. Приходите. Спасибо. Иван Лямзин. Иван Лямзин. Далее у нас Оксана Шлинская. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне очень приятно и очень радостно, что так много интересных мастер-классов представляют мои коллеги. Хотелось бы, конечно, на них побыть, но в это же время придется и самой предлагать вам что-то. Тема моего мастер-класса «Необучаемых детей» не бывает. Я думаю, что каждый практикующий психолог, независимо от того, в какой парадигме он работает, так или иначе сталкивается с таким запросом. Ребенок не может или не хочет учиться. И мы начинаем разбираться, в чем причина. Я хочу предложить вам нейропсихологический подход. И мы поговорим на мастер-классе о том, по какой причине многие дети сегодня не хотят, не могут или платят очень высокую цену своим здоровьем за обучение в школе и какие пути помощи этим детям нейропсихологи предлагают. Спасибо. Спасибо. Оксана Шленская. Далее, вот я сказал глазами в зале, Эзра есть? Щебальский. Ну, будем ждать. Так, тогда продолжаем. Виталий Куриленко. Доброе утро. Мой мастер-класс называется «Эффективное управление временем». У каждого человека, будь то президент страны, олигарх, учитель или бомж, 24 часа в сутках. И, собственно говоря, в зависимости от того, насколько он их эффективно использует, распланирует правильно, грамотно и проживет, зависит, собственно, качество его жизни вообще. Как же правильно и эффективно планировать время? Это мы поизучаем на тренинге, как ставить цели, добиваться и контролировать поставленные задачи и выполнять все в сроки. И чем отличается, собственно, мечта от цели? И как стать хозяином своей жизни вообще? Я вас буду рад видеть. Приходите. Спасибо. Виталий Куриленко. Далее у нас Татьяна Беляева. Доброе утро, Альфа-фест. Доброе утро, организаторы. Доброе утро, коллеги. На свой мастер-класс написано о чем. Я предлагаю тех, кто хочет поисследовать, почему такие явления, как любовницы, любовники, алкоголизм, наркомания, венец безбрачия, бесплодие присутствуют в нашей реальной жизни, в жизни реальных людей. Почему, когда встречаются двое, они любят друг друга, дальнейшее развитие идет не всегда по такому вот позитивному сценарию. Мы будем работать в системном подходе и, возможно, в расстановках. Приходите, кому это будет интересно. До встречи. Татьяна Беляева. Далее Наталья Полюк. Доброе утро всем. Я приглашаю на мастер-класс, который называется «Цветок Изиды». Он называется «Цветок Изиды», потому что творческое зачатие и рождение этого тренинга произошло в Египте. Я 12 раз была в Египте, проехала все храмы, проходила там свои инициации, мистерии, и вожу туда людей. И вот на одном из моментов я начала вот очень четко понимать и осознавать женскую силу, женский аспект именно в этих храмах. Поэтому он называется «Цветок Изиды». Это мастер-класс про то, что такое женская сила, где она живет, где она находится, как ее раскрыть, как поднять красоту и умение творить внутренней женщины. Всем, кому откликается желание познавать внутри себя женский аспект, женскую энергию, я приглашаю. Благодарю. Наталья Пуриц. А далее у нас... Только что запрыгнувший на сцену Алексей Цепилов. Доброе утро. Я Алексей Цепилов из Москвы. Но, как бы, точнее, не живу в Москве, просто путешествую. И на вашем фестивале буду проводить разные мастер-классы с утра до вечера. А вот за зеленым театром, где кухня, там будет моя палаточка. Так что приходите, и надумайте. Спасибо. Спасибо, Алексей Цепилов, который всегда славился краткостью и емкостью своих представлений. Кроме того, что очень хороший Манурович. Далее Сергей Лысов. Лысов. Когда мы хотим понять или кому-то объяснить, почему в одних и тех же обстоятельствах разные люди по-разному живут, мы обращаемся к теме способностей. Тема способностей, она является чуть ли не единственным критерием, который может объяснить, почему одни и те же люди находясь в разных обстоятельствах, могут по-разному управлять жизнью, получать успех или справляться с этой жизнью, или просто жить лучше. Вот вы. Вы почему здесь? Вы здесь, потому что вы понимаете, что с вашей жизнью не совсем что-то так. Так или иначе, когда вы это понимаете, вы на самом деле чувствуете, что есть какая-то иная жизнь. И вот эта иная жизнь, она называется иной уровень осознанности. Сегодня на своем мастер-классе я так или иначе расскажу, что есть такой иной уровень жизни, иной способ жизни. Где-то вы можете за часа два понять, по большому счету, что есть такое вообще, просто осознанность, и каким способом можно при помощи этой осознанности делать свой совершенно иной способ жизни. Спасибо, приходите. Спасибо, Генни Лысов. У нас люди, которые немножко задерживались, дошли. В частности, Оксана Конорова. Здравствуйте. Сегодня я приглашаю вас на свой мастер-класс, который называется «Между Сцилой и Харибдой». Это действительно такой мастер-класс для людей, которые рискнут, скажем так, встретиться со своей травмой и преодолеть ее. Метод будет EMDR, если вы знаете, по-русски это звучит ДПДГ. Кто хочет попробовать сегодня действительно избавиться от своего страха, например, там, стоматолога, страха руля, там, не знаю, у кого была какая-то вот единичная травма, такая не страшная, вот, те могут прийти, я вам покажу от и до, как проводится протокол ДПДГ. Спасибо. Оксана Комирова. И тогда давайте сразу Богдан Бажук, модератор круглого стола. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, ну, я вас сегодня приглашаю не на мастер-класс, я вас приглашаю на круглый стол. Круглый стол мы решили посвятить такой большой проблеме, не проблеме, такому вопросу, как то, как модель эффективного взаимодействия психотерапевтов и всех людей, которые относятся к оказанию психологической помощи. Вы же ни для кого из вас не есть секретом то, что по большому счету в нашей стране психотерапией занимаются. Как психиатры, как психотерапевты, как врачи-психологи, как практикующие психологи, как люди, в принципе, без психологического образования. Поэтому для того, чтобы больше очертить и вывести ту эффективную модель, которая может быть взаимодействием между собой у профессионалов, пожалуйста, просим к нам присоединиться. Для людей, которые не являются специалистами, это будет весьма интересно послушать и пообсуждать и сделать для себя выводы в том направлении, как правильно для себя выбрать специалиста и как не ошибиться в своем выборе. Спасибо. Всех приглашаю. Спасибо. Богдан Бажук. Далее у нас Евген Антощук. Доброе утро. Я представляю школу идентики, украинскую школу идентики, которую я скромно назвал своим именем, украинской школы идентики Евгения Антощука, потому что она отличается от всего остального, что существует на территории Украины и России, потому что мы не развиваем память, мы не учим запоминать, мы учим своей памятью замечательно и чудесно и правильно пользоваться. Об этом мои книги, которых вышло уже много, сейчас вышло вот новое издание, книги «Знакомьтесь, ваша память», так и называется сегодняшний тренинг, мастер-класс «Знакомьтесь, ваша память», на котором я покажу вам, насколько прекрасна и удивительна ваша память и как легко использовать ее замечательные качества. С первого класса мы когда-то получили задание учиться и запоминать, и нам никто не объяснил, что это такое. Сегодня все желающие могут узнать, насколько это легко и просто, удивительно, увлекательные и замечательные. Приглашаю на тренинг. Евгения Антощук, Эйдетика. Далее, Валерия Горощук. Здравствуйте. Приятно, что я здесь знакома, и очень интересно познакомиться еще с другими людьми, новыми. Вот, а представляю я сегодня мастер-класс «Быть режиссером собственной жизни». Казалось бы, что очень легко представить свое будущее ярким, красивым, интересным, успешным еще каким-то, но в реальности часто бывает так, что будущее туманно. Или я знаю, что все будет хорошо, но ничего конкретного про себя не могу представить. Или я знаю, чего хочу, но не знаю, какие шаги к этому сделать. Вот, и если вас заинтересовали эти темы и вам близки, то вы можете прийти на мой мастер-класс, и с помощью психодрамы вам удастся заглянуть в ваше реально желаемое будущее и сделать несколько шагов к тому, чтобы стать режиссером собственной жизни и приблизиться к своим желаниям и к их реализации. Вот, буду рада вас видеть. Приходите. Спасибо. Валерия Горощук У нас невеличкие изменения в программе. Эзра Щевальского не будет на этом блоке. Далее Кмита Олена Доброе утро, добрые волшебники. Какое счастье, что мы все здесь есть. Мы поговорим о счастье. Мы даже не поговорим о нем, мы его проживем в том объеме, в котором мы можем себе позволить прожить. Знаете, все эти успешные люди, которые учат людей зарабатывать деньги, они говорят всегда, ты будешь иметь столько денег, столько счастья, столько всего, сколько сможешь придержить. Это правда. Это действительно правда. Счастье это когда с частью, когда целостен. Если ты помнишь себя маленьким, ты же тогда не расстраивался, да, и не раздваивался, не расчетверялся, даже не развосмирялся, да. Но прошло какое-то время, мы поделились на какие-то части, эти части начали входить друг в другом в взаимоотношения, и что-то там случилось, и мы такие все правильные, и что-то хотим, и кушаем суррогат счастья. Мы изображаем I am well, I am okay. Мы такие все правильные и хорошие, но мы забыли вкус настоящего счастья. Мы будем возвращать себе вкус счастья потихонечку, понемножку, сколько сможем выдержать в удовольствие. Давайте забудем о суррогатах, оставим их в сторону, нам их достаточно, да. Вспомним тот самый вкус счастья, который развивает нас и помогает нашему телу жить здоровым, нашей психике быть здоровой, нам быть устойчивыми и реально занимать в мире то место, которое принадлежит нам по правилам. Спасибо. Олена Крита. Далее Полина Черній не будет представлять мастер-класс в «Інце Моблотце». Да, вместо этого допишите еще один мастер-класс. Его буду проводить я, он был заявлен на воскресенье, но по техническим причинам я его проведу сегодня. Мастер-класс называется Мандал Архетипов и он, ну такая немножко даже авторская методика, созданная на стыке двух направлений. Это инициационная терапия и системное моделирование. Вчера на мастер-классе, который я проводил, было много вопросов, как происходит именно терапия в методе инициационной терапии. Ну, если говорить об отношениях, так теория очень простая. Те партнеры, которые есть сейчас рядом с нами, у мужчин, женщины, у женщин-мужчины, не являются точным отражением той внутренней реальности, внутреннего мужчины или внутренней женщины, которая есть внутри. Поэтому для того, чтобы изменился партнер, мы изменяем не партнера, а себя. И вот как это выглядит, как познакомиться со своим внутренним мужчиной или женщиной, и как используется расстанов, точнее говоря, системное моделирование в работе с внутренней реальностью, об этом будет мастер-класс. Приходите. И еще хотела бы нагадать, что, будь ласка, следуйте за часом в программе. Мы с вами на наступной линейце встречаемся тут о 12. О 12.35. Так. Так. Вот. Ну и сейчас вы можете приготовиться записывать места проведения мастер-классов. Перед этим еще одна информация. Как вы видите по программе, Альфа-фест летний, он объединяет в первую очередь психотерапевтические направления. Ну, не только, конечно, но в основном. Для тех, кому интересны такие направления, как йога, тантра и различные виды массажа, у нас существует отдельный фестиваль, он называется Йода-фест. Кто-то, ну, многие там были, кто еще не был, может побывать. Он будет проходить в Крыму, в районе Казантипского залива, место очень красивое, море очень теплое. Для тех, кого интересует йога, тантра и массаж и йода-фест, может подходить к нашему менеджеру Натальше Шенько. Поднимись, пожалуйста, чтобы тебя было видно. Да. У нее есть билеты. Я очень надеюсь, что билеты для вас сейчас будут немножко по более льготным условиям, чем для тех, кто до пределами фестиваля. Спасибо.